Привет! Я решил стартануть новый формат в очередной раз. Суть вот в чём. Я решил взять две игры в одном жанре и с одинаковыми механиками, но их разница в том, что одна бесплатная, а вторая нет. Ну и будем разбираться, стоит ли платить за игру деньги или же можно потрогать её бесплатную сводную сестрёнку. Давайте же узнаем. И сегодня у меня на разборе Overwatch и Paladins. Ну и вы на канале Брэна. С вами Брэн. Приятного просмотра. И перед тем как начать, я хочу сообщить, что никаких оценок и баллов я начислять играм не буду. Также в обе игры я играл и играю уже давно. В Overwatch с 2017 года, а в Paladins момента ЗБТ, когда её ещё не было в Стиме и приходилось играть через лаунчер Hi-Rez. А на момент записи футажей, мой аккаунт в Paladins был вайпнут, что я даже купленного когда-то в Стиме набора основателя в игре не ощущаю. Обе игры вышли в 2016 году. Overwatch 24 мая, а Paladins 16 сентября. Обе игры в жанре героический шутер. То есть на выбор имеется множество уникальных персонажей, каждый со своими уникальными способностями. И у каждого героя своя задача во время игры. Кто-то должен защищать команду, кто-то лечить. Одни метко стрелять по головам, а вторые пробираться в тыл и вырезать хилов противника. Также у каждого персонажа есть по несколько уникальных способностей, которые могут спасти его или сокомандника. И как вы догадались, это мультиплеерные проекты. То есть против нас будут самые настоящие люди. Не всегда люди хорошие, но люди. А у людей есть такой параметр, как порог вхождения. И давайте посмотрим, как игры относятся к новичкам. Так как мой аккаунт в паладинс был вайпнут, то для игры я был человеком, впервые запустившим игру. И она сразу же предложила мне пройти обучение. Мне дали в руки персонажа Виктора, а-ля солдат 76. И показали, как стрелять, как применять обилки и ультимейты. И на этом еще не все. Первое время до достижения определенного уровня матчи будут проходить исключительно против ботов. Чтобы новичок освоился или чтобы почувствовал, что он может в это играть. А как с этим дела у Overwatch? Ровным счетом точно так же. Обучение за солдата 76, учат обилками передвижению, но после этого нас не заставляют плавать в лягушатнике с ботами. Для этого есть отдельная кнопка в меню. Ну и быстренько пробежимся по меню. Ведь встречают по одежке, а провожают... Меню выглядит плюс-минус одинаково у обоих пациентов. Приятный шрифт, рандомный герой на фоне. Но что отличает бесплатную игру от платной? Конечно же наличие рекламного блока. Где можно упоминать своих спонсоров. И какие ивенты они проводят, и какие дорогие скины разрабы добавили. Но не подумайте, что я сразу стою на стороне Overwatch. Он тоже этим грешит, но вся информация находится в отдельном меню. Ну и раз уж начали говорить о скинах, то о них и продолжим. Скинов в обеих играх куча. Разных по редкости и качеству. От синих, которые просто перекрашивают персонажа, и до легендарных, полностью меняющих облик. А иногда и в Войслайн. И вот Паладинс тут преуспевает. Почти каждый легендарный скин так или иначе меняет озвучку. Overwatch может себе такое позволить в редких случаях. Но в чем Overwatch молодец, так это в единых скинах для оружия и персонажа. Если у вас есть условная трейсер в новогоднем скине, то вы не можете взять стандартные пушки. А вы помните, за что булили Overwatch раньше? Сейчас-то куда ни плюнь, кругом скандал. Их терзали фем-сообщество за сексуализацию женских персонажей. Вот. Это сексизм. И им пришлось у кого-то грудь подрезать, кому-то позу поменять. А хайрезом по барабану на все это. Куда ни плюнь на женских персонажах скины, как из секс-шопа. Вот тебе шлюха-ведьма. Вот шлюха-жрица. А вот шлюха-тыква. Каждый Хэллоуин Тед ждет свою шлюшку-тыкву. Да-да. Все как на подбор, что даже глаз радуется. И я сейчас получил по голове за то, что написал это в своем сценарии. Далее поговорим о режимах игры. Паладинс их предлагает нам всего три. Захват территории, командный бой насмерть и толкание телеги. И по сути это все, что может предложить игра. В Overwatch все то же самое, но только если брать в расчет быстрые и рейтинговые матчи. Ведь помимо них есть множество режимов аркады, которые меняются раз в неделю. Да и с вводом в игру мастерской игроки теперь могут делать свои собственные режимы. Хочешь захват флага? Пожалуйста. Хочешь классический дезматч? А тебе какой? С рандомными героями или на выбор? Хочешь паркур карты? Их есть у Overwatch. В общем контента куча и от разрабов и от комьюнити. А я как фанат сталкера скажу, дайте людям инструменты и возможность моддинга и игра будет жить вечно. А что по отличиям в геймплее? Не может же быть, что это просто две зеркальные игры. Они есть. Начиная от мелких, вроде того, что бои ведутся не 6 на 6, а 5 на 5. Да и мир тут не научная фантастика как Overwatch, а фэнтези с феями, кристаллами и внезапно пулеметами. Также в Paladins есть карточки и начальные пресеты, которые могут кардинально менять одного и того же героя. Также нельзя поменять персонажа, когда уже начал игру, что для кого-то будет хорошо. А еще во время игры можно закупать пассивные способности, типа вампиризма или самохила при убийствах. Ну и как же в героическом шутере без этих самых героев? Паладинс предлагает нам 6 персонажей на постоянной основе, 6 персонажей временной ротации, которые постоянно меняются. И один персонаж достается нам по достижении определенного уровня при условии, что вы играете в стиме. А всего персонажей 51. Но в любом случае, чтобы открыть всех героев, нам нужно либо гриндить внутриигровую валюту, либо задонатить на премиальный набор, где будут эти персонажи. В Overwatch же, за разовую покупку игры, мы получаем всех героев в количестве 32 штук на момент создания ролика. И неважно, когда эти персонажи вышли, все доступно из коробки. И каждый из них имеет свой бэкграунд. И нередко во время подготовки между персонажами проигрываются сценки. В Паладинс я не видел ни единого намека, что персонажи как-то причастны к этому миру. Но, что насчет разнообразия? В Паладинс есть Виктор. В Overwatch есть Солдат 76. В обеих играх он стреляет из автомата и умеет спринтить. Оба имеют самохил. Один ставит поле лечения, второй лечится во время бега. Все их отличия только в ульте. У одного автоим, а у второго арт-обстрел. Но ни в коем случае не хочу никого обвинять в воровстве. Я вор. Я лишь хочу спросить, сколько персонажей с автоматом в руках вы вспомните в Overwatch? А вот в Паладинс их как минимум два. И возникает вопрос, а зачем? А затем, чтобы продать побольше косметики. Игра-то бесплатная, нужен доход. Но я ничего против доната не имею. И о нем мы поговорим дальше. Донат в обеих играх не влияет на геймплей напрямую. Ну, разве что в Паладинс за кровное можно сразу купить себе имбовых персонажей. Но на поздних этапах игры они будут у каждого. Никаких золотых калашей с увеличенным уроном. Только косметика и визуал. В Overwatch мы можем купить исключительно ящики, из которых эта косметика и падает. В Паладинс же мы донатим на валюту. За которой мы также можем купить сундуки или скины напрямую. Поддержка обоих игр на уровне. Обе игры не обделены вниманием. Но только если в Overwatch помимо добавления персонажей и карт проводятся ивенты, которые смело можно записывать в отдельные режимы, то в Паладинс все ограничивается добавлением персонажей и редкими ивентами, на которых самое интересное это опять же скины. А если предложат новый режим, то скорее всего это просто обычный командный дезматч с модификаторами. И судя по количеству персонажей в Паладинс, их только и добавляют. Если я не прав по поводу ивентов в Паладинс, то исправьте меня пожалуйста в комментариях. В итоге покупать игру или же играть в бесплатный аналог дело каждого. Я для себя выбор сделал. Играйте в то, что нравится. Спасибо за просмотр и до встречи на этом канале.